Поэтому, у меня все третья рабочая группа, сейчас он заняется моим вопросом. А он сейчас свободен, да? Ну, да, сейчас один. Так что, а вы там что-нибудь размещали? Ну, пока нет. Поэтому есть материалы. Ну, ладно, и вопрочем. Пока. Здравствуйте. Как вам можно? Здравствуйте. А можно будем вести съемку? Нет, ну, не желательно. Нет, ну, не желательно. Маши фото классные, открытые. Да, мы же ничего провокационного. Я говорю, что нельзя. Что вы начинаете с вами торговаться? Законы поменяли? Ну, законы, по-моему. Нет, ну, Конституция, наоборот, как бы, все, можно, ничего страшного не происходит. Ну, я вам сказал свое слово. Что вы начинаете с вами торговаться? Можно, можно, нельзя, нельзя. Нет, ну, как бы спросили то, о чем вообще не надо спрашивать, по сути дела. Ну, вы открытые, огласные люди или нет? Ну, с Минска вообще людей никогда не видели. Тем более спалат представителей, овальный зал, такая реклама. Евгеньевна, приветствую. А, ну, мне нужна информация. Мне нужна адрес Будникова Елены Петровны домашнего. А вы чеки как, да? Черновусова Людмила, буквально. Помощник депутат. Моя Рубцов. СМСка, меня Нинарид, пускай сбросит. Да, Трубаси, завтра. Рубцов? Виктор Юрьевич. Черновусова Людмила Николаевна, да. Угу. Ну, там, день рождения будет. Где вы проживаете? Могу паспорт показать. Угу. Девяносто четыре. Пятьдесят пять. Домашний вам? Ну, и любой. Сорок. Сорок. Ну, и как по-самбиси? Пятьдесят пять. Мобильный. Мобильный запишите, пожалуйста. Сабуров. Через двадцать девять. Сто десять. Шестьдесят четыре. Толокон. Какой? Сабуров. Дмитрий Игоревич. Камера причиняется? Да. Я же не видел, что... Буду вести аудио-видеозапись. Не, ну, а что мы начинаем спорить? Вообще непонятно. Конституция с Театричев. То есть ничего же мы такого страшного спрашиваете? Собираем. Вас же снимают журналисты в вольном зале. Показывают по телевизору. Показывайте, пожалуйста, то, что вы лицензированы. Можете его снимать. А мы же не журналисты вообще. Мы часто снимаем. А зачем тогда вам снимать? Для личного пользования. Для личного пользования. Ну, нельзя, значит. Сабуров Дмитрий Игоревич. Клерман Ферран. Просто вот интересно, на основании чего нельзя? Я просто неинтересно. На основании чего можно? На основании Конституции. РБ. РБ есть такая статья. Это человек, который представляет нас на высшем уровне. Вы же как бы слуга наружу. Мы же чисто в том правоумном. А чего мы? Не, нечего сказать. Я не хочу, чтобы снимали телошоу. Как вы работаете, не хотите, чтобы снимали? Мы же наоборот вас рекламируем. Мы же наоборот вас рекламируем. Ничего. Тогда получается скрытые. Предыдущий только что был перезвак. Все видишь же меня. Все знают меня в моем округе. А мы его тоже знаем. Он нам интервью давал даже. Месяц назад где-то. По этому же вопросу, по которому к вам пришел. Я, кстати, был удивлен, что он выходит. Ну, я не знаю, как он вам давал. По мне он пришел в период. Ну, мы к вам тоже первый раз. Я, конечно, за вас не голосовал. Я вообще не знаю. Но суть не важна. Вы правили, значит, выбрали. Правильно? Вопросы-таки по декрету номер три меня беспокоили. Потому что я попал под его действия. Жаловался, обжаловал. То есть я как бы не знаю, что дальше. Ну, вы голосовали, наверное, на этот законопроект? Нет. Изначально я не голосовал. Он же был в пятом созыве принят. А, то есть вы не голосовали? Ну, как бы суть в том, что вроде я жаловался, начинал с налоговой, до суда дошел, до верховного. Сейчас, получается, налоговая приостановила в отношении меня. И ссылается на то, что якобы какие-то дополнения будут внесены. Я вот в таком моменте сейчас нахожусь, в шатком. То есть, что мне ждать? Готовятся мне к административному аресту, потому что денег платить у меня нет. Работать и работаете. И работать я не работаю. Я стою на службе занятости. Меня уволили, потому что уволили в феврале. В 2015 году я не работал. Вот что мне ждать? Что мне ждать? Потому что я иногда за границу езжу, потому что у меня вот эти пресечения на границе, за то, что я там что-то должен. Ну, как бы вот какой прогресс. Потому что сказали до конца марта, а сейчас вот тут не гуглишь. Ни Лукашенко ничего не говорит, никто ничего не говорит. В принципе, до 1 мая вроде будут внесены изменения. Какие-то изменения внесены, но каких-то изменений никаких нет. То есть, попадаю вообще под этот декрет. И вообще отменен этот декрет, не отменен. Ничего не отменено, ничего приостановлено никак не будет, если вы это хотите услышать. Какие изменения туда будут внесены, пока мы не обсуждали еще. Они есть. То есть, я в своей комиссии еще их не обсуждал. Есть в палате права отделены всеми на 14 комиссии. Я к этой комиссии не отношусь. И поэтому я пока сказать что-то внятно, чтобы уже можно было на там что-то сказать. Ничего не скажу. Ну, выплаты приостановлены, я так понимаю, за 2015 год. В смысле выплаты? Ну, вот с его налога. Ну, требования с меня, то есть, вот, потому что налоговое... Приостановили, да, приостановили то, что вы не платите. То есть, просто, понимаете, как бы вот я БТ смотрю, то есть, ну, президент у нас выступает, он на БТ, он сначала сказал, что приостановлено, а потом он на комболь приехал, на комболь приехал, сказал, что ничего не приостановлено. Есть нормативный акт, который подтверждает. Декрет сам не остановлен никак. Нет, а то, что выплаты. Приостановлен вроде выплаты. Ну, насчет документа, какой он там, имеется ли он? Ну, пенят, пенят. Просто нам сказали, что приостановлено, а потом... Я не отвечу. А через месяц скажут, что ничего не приостановлено, пенят отчислено. Ну, я свою позицию заявил, что я на этот декрет, ну, с высокой колоколи, как в Роснародье просто-напросто, принципиальная позиция, я не платил, платить не буду, вот, ну, и как бы налоговая все-таки попросил прилечь меня к ответственности, ну, потому что, ну, потому что я там, допустим, жалуюсь, обжалуюсь, суды не принимают у нас почему-то, с налоговой вообще невозможно судиться, не принимают, просто-напросто, говорят, неподсудное дело, когда с налоговой судишься, то есть они все бортируют, бортируют, то есть я дошел до Верховного суда. Рубцов Виктор Юрьевич. До Верховного суда дошел и на этом постановился, потому что я написал налоговую с просьбой, ну, они мне как бы дали такой ответ, что в отношении, я просил приостановить действие декрет, чтобы пеня не насчитывалось ко мне, то есть, ну, пока мы в спорной ситуации. Они сказали, что пеню могут... Приостановлена оплата. Не, ну, суть-то, как бы они мне сказали, что пеня насчитывается, зачем мне эта пеня? Я попросил налоговую все-таки возбудить административное дело в отношении меня, да, как-то неясно, и там я сижу свои сутки, ну, и до свидания. То есть, ну, Ривидович, до свидания, чтобы у меня эта пеня не насчитывалось. Они мне какой-то невнятный вообще абсолютный ответ месяц там урожили. Я вот до сих пор в подвешенном состоянии не знаю. То есть, может, мне там уже пеня, может, я уже квартиру должен, может, мне сейчас завтра машину остановят, заберут. Ну, то есть, вот, какая-то ясность где-то должна быть. Вы знаете, сами все противори, все квартиры на машине есть, а заплатить эти деньги у вас не было. Ну, конечно, денег у меня заплатить, нет, я не хочу. Я говорю, что это принципиальная позиция, я платить не буду. А вы считаете, что их нужно заплатить? Ну, вот как вы считаете, заплатить, что они не работают? Считаете, что нужно заплатить человеку? Если вы не участвовали в обеспечении. А каким образом? Подождите. Ну, сейчас наступайте те же самые грабли, как и налоговые, что мне говорят, что НДС не является налогом. Давайте, ну, что еще было? Вопрос, вот смотрите, меня очень беспокоят такие события, действия работников милиции. У меня такое ощущение уже сложилось, да, ну, вот как депутатам просто обращаюсь, что у нас в стране, милиция, наверное, управляет государством, а не государство, то есть, милицией. Да, вот, допустим, недавно случай такой был в Бресте. Ну, просто в новостях, не и по БТ, конечно, а в тех пабликах, которые миллионные, просмотры набирают, ну, набирают новости. Вот 15 милиционеров избили двух брещан. Они выпившие были, садились в такси, которое было вызвано, они распивали спиртные напитки вместе специально летом отведенным. И 15 человек, 15 милиционеров избили, там, видео полны, как они там избиты, и пригрозили, что мы вас поубиваем, если его обратить куда-либо. Вот они как бы обратились, но сейчас это как бы вопрос, ну, мне реально как бы страшно, когда я вижу милицию, вот они меня пугают. Просто образ милиции настолько созрел. То есть, вот новости читаешь, начальник ГАИ пьяный сбил человека. Начальник ГАИ пьяного остановили, то есть, ну, лишили прав. А машину, кстати, никто у него не конфисковал. Он там на жене машине, на ленд-ровере, то есть, я не знаю, может, там бешеные какие-то зарплаты у наших начальников ГАИ. То есть, к машине никаких вопросов нет, никто не конфисковал. Вы хотя бы слышали об этом? Ну, просто вот такие факты. И, допустим, я смотрел 25 марта в Минске, что происходило, у меня тоже паника. Вот реально паника начинается, когда я смотрю, когда пенсионеров, вот, в автозаке бьют, вот, просто дубинками машину. Ну, немотивированная, немотивированная работа, ну, наших внутренних органов. И вот просто хотелось бы какие-то, то есть, чтобы изменения все-таки произошли. Ну, чтобы вот, когда я читаю, что... У вас есть инициатива? У меня инициатива, ну, не знаю, вы там, может, налжи-детекторейся к милицию или психологические какие-то отборы, потому что, ну, извините, 15 человек избить одного и съесть раков, которые у него были, купленные. Ну, это уже как-то мне плохо воспринимать такую информацию. Пугает просто находиться в такой стране, понимаете? Просто слышали, что сокращение будет милиции там на 10%, а будут ли какие-то критерии отбора людей, которые там работают? Ну, вообще, на милицию можно как-то воздействовать? Воздействовать на милицию, вот вы как правительство можете, или она вообще действует отдельно? Я не совсем понимаю вашего вопроса, что значит воздействовать на милицию и что нужно сделать? Я не совсем понимаю, что... Ну, как-то сделать так, чтобы милиция работала все-таки по закону, а не по понятиям. Ну, меня она не пугает, что вы говорите. Ну, у вас, конечно, у вас неприкосновенность депутатская. Ну, вы хотите сказать, что я до этого с милицией так вот... Ну, не знаю, ну, я вот после... Сейчас какой-то неприкосновенность, сейчас говорите про какой-то, а до этого что? Вы же, как вы говорите, вы же на меня голосовали, выбрали. Нет, ну... Да ведь потому, что я был такой же рядовой гражданин, как и вы вместе с вами ходили. Это когда было? В каком году? В том. В том, в 2015-м. Я как бы в 2016-м. Я таких вопиющих событий не видел. Дело в том, что у вас депутат по вашему опы, вы же давно уже появлялись. А ну какая разница? Понимаете, если я бы к президенту обратился... Если бы была какая-то разница, мы бы не прийти. Я бы к президенту обратился, если меня отпустили, честно. Что вы хотите? Я хочу своим визитом, своем обращением, чтобы все-таки, наверное, Шуневичу... Потому что я Игорю Шуневичу не могу задать такие вопросы. Ну, я думаю, меня не пустят на прием. Вот, чтобы вот через такое... Через нас выписаться? Да, чтобы все-таки... А вы пробовали записаться на прием? К Шуневичу? Ну, у меня даже денег нет в Минск приехать. Я не думаю, что он приедет сюда. Давайте не будем приезжать. Что у вас еще есть? Какие есть вопросы? Вот вы мне сейчас начинаете рассказывать. Нет, я просто... Вот просьба. Это даже не то, что вопрос, это просьба. Какие вопросы можете решить вообще, если вы... Вот по нашему опору, вы можете решить вопросы с ЖКХ? Ну вот, да, у меня вот вопрос. Вы пришли к депутату... Да, вот у меня сейчас вопрос. Давай снять. Начнем из этого. С какой власти вы пришли к депутату? Белорусской. Белорусской. А точнее. Ну, какие там власти есть? Законодательные? Исполнительные, успевные. У вас есть какие-нибудь инициативы поменять какой-либо закон? Да, отменить декрет номер 3 полностью. Отменить декрет 18 полностью. Пожалуйста. Я уже об этом много-много писал. Нет, вы пишите. Об основании почему так? То, что вы, как вы сказали... Об основании? Об основании, потому что противоречит Конституцию РВ. Положили с колокольной, это же не об основании. Нет, об основании противоречит Конституцию РВ. Самое основное, зачем еще какое-то об основание? То есть, вот моя инициатива, законотворчество, если вы хотите, то каждый законопроект, который принимает декрет, указ... Ну, потому что я, как лицо, гражданин, да, я не могу потребовать у Конституционного суда, чтобы он рассмотрел, допустим, декрет номер 3, как гражданин, как один, да, на Конституционность. То есть, чтобы все законопроекты, которые принимает наш многоуважаемый президент, проходили все-таки на Конституционность, отбор. Потому что такая инициатива вы можете подать, Совет Министров, насколько я знаю, да, может подать законопроект на Конституционность. И президент. А я такой возможности не имею. А ко мне, ну, по отношению ко мне, применяют эти декреты, указы и все остальные нормативные акты. Они применяются, но я просто читаю, раскрываю конституцию. Она книжечка маленькая и простая. Я вижу, что у меня право на труд. И у меня, конечно, возникает вопрос, у меня право на труд, почему мне это уменили как обязанность, и что с меня хотят забрать денег. И я как человек, как гражданин, я не могу инициировать. Вот поэтому я пришел к вам, что давайте вы инициируйте, пожалуйста. Такой законопроект подсоединяется. Пожалуйста, я английский, да, садитесь, пишите, что вам конкретно в третьем декрете нравится, каким человеком. Мне вообще декрет по сути не нравится, потому что он противоречит Конституции. Давайте я запишу. То есть вы считаете, что одному человеку из 10 миллионов не нравится, и он может... Нет, я участвовал в митингах, допустим, и я видел, сколько человек участвовал в этих митингах. То есть я как минимум не один, но сотни тысяч. 470 тысяч человек заплатило сколько? 50 тысяч, да, 470. Соответственно, 420 тысяч белорусов против этого декрета. 420 тысяч. Это целый гомель, по сути дела, по населению. Как вот это грамотно написать мне, подскажите, потому что я не юрист, я не законотворщик. То есть кому это обращение? Президенту? Депутату? Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь. Так, что еще? К Гурскому. К Гурскому, да? Инициалы? ДМ. ДМ, да? Дмитрий Михайлович. От кого, правильно? Да. Пожелаю еще повториться. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...